Здравствуйте, дорогие друзья! Рассказывая международной аудитории о своем общении с президентом Путиным, американский журналист Такер Карлсон заявил, что, по его мнению, Путин готов на серьезный компромисс по Украине. Тем временем, американцы заявляют, что бросит все силы на поставку оружия Украине, а в Германии канцлер Шольц с лопатой в руках закладывает фундамент нового завода по производству боеприпасов. Какие компромиссы возможны с этой публикой, а если не с ними, то с кем и во имя чего? Гости нашей студии. Фатигаров Василий Юрьевич, военный журналист, капитан первого ранга. Василий Юрьевич, добрый день. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Сивков Константин Валентинович, военный эксперт, капитан первого ранга, доктор военных наук. Константин Валентинович, добрый день. Здравствуйте. И с нами по скайпу Баранец Виктор Николаевич, полковник в отставке, военный обозреватель Комсомольской правды. Виктор Николаевич, добрый день. Добрый день. И Алехин Геннадий Тимофеевич, военный обозреватель, полковник запаса. Геннадий Тимофеевич, добрый день. Добрый день. Итак, Василий Юрьевич, начнем с вашего позволения с вас. Посол России в США Анатолий Антонов на днях заявил, что американские власти в процессе демократических контактов, дипломатических контактов с российскими представителями подтвердили, что намерены игнорировать озабоченность Москвы, бросить все силы на поставку оружия. Вот он дословно сказал следующее. Нам было подтверждено, что США будут использовать все силы и средства, чтобы продолжить поставки западного оружия, с тем, чтобы убивать российских солдат и мирных граждан. То есть мы видим, что внутривидовая конкуренция в США, она, конечно, жестокая. Там вот слово «грызня» очень уместно. Пауки в банке и все такое. Но что касается внешней политики, они все равно достаточно едины. У них вот такого рода свои интересы. И похоже, что при любом исходе, вполне вероятно, война и поставки оружия Украине будут продолжены. Что вы об этом думаете? Я, конечно, не политолог, а американист, как у нас есть коллеги, которые так себя позиционируют. Но как человек военный я могу сказать, ждать милости от врага – это самое последнее, что можно делать. Нам необходимо понимать, что нам не нужно ориентироваться на то, что где-то какая-то там партия победит, и вдруг волшебно поставки прекратятся. А нам нужно развивать свою военную промышленность, свою экономику и бить любого врага, который покусится на наши интересы. А почему они так обнаглели? Это, во-первых, почему они так обнаглели. Потому что мы им это позволяем делать. Мы уже который раз в эфирах неоднократно говорили, что летают американские беспилотники, самолеты-разведчики над нашим Крымом, над нашим Черным морем. И возможен удар. И все это как-то, так сказать, что называется, уходило в песок. Выступает их недоделанный адмирал без флота. Крымский мост будет в 1924 году полностью уничтожен. И они с Гордоном над этим смеются. Это не просто так. Это серьезная угроза. За ним стоит Запад, который это обязательно хочет сделать. Беспилотники летают. Но мы посмеялись. Мы получили, соответственно, очень болезненный удар. Почему? Ну, пока не по мосту, слава богу. Прежде всего, конечно же, нужно разбирать военным людям, профессионалам, но обязательно с участием военно-следственного управления, военно-следственного комитета, разбирать истоки и причины наших ошибок. Делать определенные выводы. Возможно, не публично. Я не хочу сейчас публично рассказывать, какие такие ошибки могли быть. Но как инженер-кораблостроитель, как человек с высшим политологическим образованием, я очень хорошо понимаю, что нужно делать. И я надеюсь, что понимание, как у меня, моих коллег, безусловно, есть люди гораздо более грамотные в этих вопросах, это все-таки будет обязательно сделано. Это первый момент. И второй момент. Надеяться на определенное прекращение или уменьшение поставок на Украину. Если все-таки говорить о том, что все-таки надеяться. Потому что пункт первый я не исключаю. То, да, это возможно, потому что у них идет мультипартийная борьба. И вот под это дело сейчас вполне возможно. И пока они зарубят. А с нашим послом разговаривал представитель демократического власти. Потому что у них сейчас у власти демократы. Но мы знаем, что такое демократия. Это власть демократов. У них сейчас власть демократов. Но если победят даже республиканцы, победит Трамп, все победят. И, так сказать, там Абайден вообще уйдет с политической арены. Да все равно будут поставки. Давайте вспомним. Прикол, собственно, эти поставки начались. Вот именно. И кто, помните, нанес удар по Сирии. Конечно. Тогда это при Трампе были. Виктор Николаевич, Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ. Теперь назначен генерал-полковник Александр Сырский. Он, во-первых, заявил, что ВСУ перешли к обороне. И, во-вторых, заявил, что Украине надо запускать собственное производство оружия, а не ждать помощи от Запада. Вот что эти его, фактически, первоначальные действия означают? Как их можно толковать? Ну, Сырскому о переходе к обороне можно было не объявлять. Это было понятно уже далеко до него. Потому что, когда кодом наступления провалилось, и наша разведка, да даже у нас по телевидению показывали, как по самой уши украинская армия начинает на нескольких рубежах взорваться в землю, то есть переходить к оборону. Тут ничего нового нет. Ну, вы знаете, война же такая хитрая ловушка, когда противник иногда пытается лапшу на уши повесить и пустить нас по ложному следу. Так что надо в стратегическом переходе к обороне надо очень осторожненько относиться и, как говорится, пережевывать ту лапшу, которая зачастую нам пытается Киев повесить на уши. Но теперь, что касается заявления, мое мнение, скромное мнение, не бесспорное, что касается заявления Сырского о том, что необходимо строить военные заводы и производить боеприпасы на территории Украины. Я вот здесь вычитал в одном из немецких источников, что между Берлином и Киевом на сей счет шла очень серьезная дискуссия. И, в конце концов, нельзя забывать, что Рейн Металл, его там шутку называют Рейх Металл, ведь собирался строить завод по производству снарядов на территории Украины. Но немецкие генералы убедили Олуха Шольца в том, что надо бы строить на своей территории, потому что все-таки, если эти заводы будут строиться на территории Украины, то Россия быстрее их достанет, что, в общем-то, наверное, объективно. Но у Сырского одно намерение, ему нужны заводы, которым бы плечо доставки боеприпасов сократили до фронта. Но это, как говорится, их дела. Там ведь уже некоторые заводы строятся. Помните, Медведев пошутил достаточно нехидно, сказал, вы нам только координаты Колышкова подскажите, где вы будете строить этот завод. Тем не менее, вы знаете, это хорошо, что Сырский наставит на строительство военных заводов по производству боеприпасов, и не только по производству боеприпасов, но и военной техники на территории Украины. Это хорошо. Чем ближе будут эти военные заводы к нашему балкону, тем проще, вероятно, нам придется мешать противнику, делать то, что он хочет. Точка. Константин Владимирович, Сырский довольно любопытная фигура, если здесь уместно это слово, потомственные военные, русские по национальности, уроженец России, родители в Владимирской области живут. В 1986 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. И даже тут журналисты раскопали фотографии его, где он участвует в 1986 году в параде на Красной площади. Вот что вы можете об этом сказать о нем? Вот человек таких профессиональных качеств, в общем-то, из хорошей действительно семьи, русский по национальности. Как вот он дошел, что называется, до жизни такой? Как так получается? И какие выводы мы можем из этого сделать? Выводы очень простые. В России идет гражданская война, в большой России, в большой России, включающей себя Белоруссию, Украину, идет гражданская война. Гражданская война, полноценная гражданская война. Фронт. Гражданская война той, 1918-1924 годов. Тоже сражались русские против русских. И очень ожесточенно сражались. Жестокость была невероятная. Вот. Поэтому гражданская война. Я вспоминаю, 1992 год. Всеармейское офицерское собрание, которое проводилось под руководством маршала Шапошникова. Тогда он вновь назначил министра обороны. Тогда офицеры, и там был мой друг Станислав Терехов, светлая ему память, председатель союза офицеров. Тогда офицеры выступали и говорили, вот сейчас мы развалим Советский Союз, а потом мы друг на друга будем смотреть сквозь прицелы. Нам заставят друг против друга воевать. Вот это свершилось. Кто такой Сырский? Это парень, который молодым лейтенантом попал на Украину служить, как многие другие. Оказался на территории Украины. А мы вспоминаем ельцинские времена. Когда разводился Советский Союз. Когда людей выбрасывали на улицу после этого самого вывода войск из Германии. Когда она в России творилась ничуть не лучше, чем на Украине. А мы на Украине даже, может быть, к военным лучше относились, чем на территории России. Вот. Ему предложили остаться служить на украинской армии. Он остался. Двился по должностной лестнице. Достиг этих высот. Мы все должны хорошо понимать, что вся эта кровь, все несчастья, все сокращение населения России и других республик Советского Союза, в первую очередь, я имею в виду славянских, Украина и России, потому что в Беларуси такого нет. Обусловлено одним. Потому что небольшой кучки конченых мерзавцев, я их называю нежитью, потому что льме им отказываю право называться, захотелось стать богачами. И все. Вот и все. Геннадий Тимофеевич, сообщается, что Сырский, если говорить уже о конкретных каких-то вещах, засекретил данные о ракетном ударе российских сил по полигону Селидова. Известно, что там до полутора тысяч военных могло находиться. Как, ну, естественно, что можно сказать в открытом доступе, как вы оцениваете эту операцию, что это было, какие могут быть далеко идущие последствия? Информация разная. В первую очередь, сначала украинцы напрочь ее прикрыли. В интересах Сырского, не в интересах, это уже другой вопрос. Ну, конечно, любые потери всегда прикрывает одна сторона. И любые потери увеличиваются в два-три раза на противоположной стороне. Ну, это закон информационной войны, все это прекрасно знают. Поэтому о Селидово есть потери? Конечно, есть. И не 20 человек, как потом вынуждены были признать украинские спикеры официальные. Значительно больше. Но точное число, я думаю, со временем в официальных сводках может быть сообщить Министерство обороны. Но дело даже не в этом. Дело в том, что... Что с собой этот полигон? Это же не единственный полигон, который вооруженные силы Украины используют, чтобы как можно побыстрее перебросить на фронт свои мобилизованные части после формирования, после боевого слаживания. В какой степени это проходило, слаживание? На скорую руку нет. Неизвестно. Во всяком случае, их перебрасывали на Авдеевское направление, в Авдеевку, где действительно сейчас у них очень тяжелое положение. Я имею в виду УПЦУшника. И если удар наши нанесли, честь им и хвала нашим разведчикам, а также оперативной информации, которая сыграла далеко не последнюю роль. Когда они спускуются, когда они выйдут на построение и так далее и тому подобное. Как это сыграет, какую роль на поле боя, показывают ближайшие события. Но я вам скажу, здесь хорошо сработали наши и разведчики, и ракетчики. Я бы так сказал. Ну, полной стопроцентной информации вам не скажет никто, что все по Селедову. Василий Юрьевич, Авдеевка, ее называют занозой сердца Донбасса, с нее велись обстрелы систематически все вот эти 8 лет, и сейчас она играет ключевую роль. Вот совершенно справедливо сказано, говорят, что дела там достаточно плохи у нашего противника. А что это значит в стратегической перспективе? Некоторые говорят, что даже фронт на этом участке может развалиться. Но Авдеевка – это мощнейший укрепрайон. Действительно. И когда все эти годы говорили, что отчем мы не как эту Авдеевку, а то с Маренькой тогда еще. Авдеевку с Маренькой не возьмем. Вот обстреливают Донбасс. Ну, легко говорить. Ну, вроде кажется, по карте близко, рядом. Там и не по карте. 15 километров. Да, но это же классика. Это Суворов. Но забыли про овраги, а по ним ходить. А там не овраги, там они в землю вгрызлись. Там бетонные укрепления. Это все делалось вот в период этого самого АТО, когда они, собственно, и готовились дальше воевать с Россией. И морочили нам голову минскими соглашениями. Вот в тот период. И понимает прекрасно все их руководство. И мы уже понимаем, что Авдеевка наша. И сейчас Афьяра они там последнюю администрацию вроде бы эвакуировали. И я думаю, что сказать, что прямо вот все посыпется. Ну, шапка за геннадцатом заниматься. Зачем? Там говорят, что может в окружении большое количество оказаться. Ну, безусловно. Я не знаю, насколько сырский специалист, так сказать, как военный. Не могу оценивать. Я не являюсь военным стратегом. Но в создании котлов для украинской армии он четко замечен был. Поэтому это вот следующий этап. Возможно, так сказать, да, здесь тоже будет котел. Но жизнь эта серьезно облегчит, во-первых, жителям Донбасса. И артиллерийские обстрелы, такими, как они были, станут невозможными. Это первое и самое главное. А второе, конечно, да, они тоже не дураки, согласен здесь с Геннадий Тарфеевичем. Наверняка создают какие-то запасные резервные линии обороны. Но уже не такие, как были. И мы тоже, так сказать, обрастая жирком экономическим, военным и опытом, мы, безусловно, понимаем, и следующие линии обороны будут проходить гораздо проще. При том, что на данный момент поставки вооружения и боепитания в украинскую армию сокращены. При том, что личный состав у них все больше и больше идет необученный. А мы выбиваем и стараемся выбивать наиболее тех, кто у них остался обученный. Кстати, вот по Селедово. Там же был удар нанесен именно по этим националистическим формированиям. Наиболее мотивированные фашисты, преступники, отступать им некуда. Которые бы дрались до последнего. То есть, тут еще не только количество, но и качество. И качество. Очень важно, что некоторые паблики разгоняют. Вот там Россия ударила по мобилизованным. Нет, не по мобилизованным. Это очень важно. А вот эти вот мобилизованные, они сейчас действительно пачками сдаются в плен. Я, как и многие другие мои коллеги, мы общаемся с ребятами на передовой. Да, сдаются в плен. Хотя говорят, технически это не очень просто. Так бы, наверное, приехали бы и сдались больше. По своему опыту я принимал участие в вооруженных конфликтах. И, к сожалению, приходилось иногда брать в руки оружие. Так складывалось. Я вам скажу так. Что человека взять в плен очень трудно. Потому что надо быть гарантированно убежденным. Что он не притворяется, не нанесет вред. А с той стороны воюют русские. Недаром Владимир Владимирович Путин привел замечательный пример. Русские не сдаются. А поэтому я должен быть абсолютно убежден, что из автомата, который пока вот так, он не станет так и не будет выстрел, что нет гранаты. И если я в этом сомневаюсь, я врага убью. Потому что, во-первых, я хочу сохранить свою жизнь и сохранить жизнь своих товарищей, которые идут за мной. Поэтому мы все и призываем, что, уважаемые украинцы, которые сочувствуют нам, вы прежде всего не выходите на улицу, шхеритесь, сбегайте от этих вот ваших ТЦКшников. Потому что, во-первых, когда вы попадете в эту мясорубку на фронт, ну, артиллерия, она вообще не спрашивает, кто там в плен сдается. А попадете вот на линии соприкосновения, будет то, что я сказал. А, Виктор Николаевич, ну, если ВСУ окончательно переходит в оборону, то получается, что нам надо эту оборону прорывать. И, кстати, мы видим, где Россия концентрирует свои усилия, вот в какой точке, там непременно нас ждет успех. Как вообще будем действовать? Может быть, на каких направлениях? Ну, о чем, естественно, можно говорить. Вот эксперты говорят о перспективности, допустим, харьковского направления. Да, по самой ноздри, на многих рубежах украинская армия сегодня закапывается. Ну, во всяком случае, то, что мы видим по телевидению, то, что нам сообщает разведка, это понятно. Вы спрашиваете, что делать? Ну, конечно, здесь даже, правда, человеку, у которого даже нет среднего военного образования, понятно. Если мы собираемся достигать победы, то, зарывшись таким же образом в окопы, мы никакой победы не достигнем. В обороне победа не достигается. Это уже даже банально, это уже даже предусловно демагогию. Следовательно, мы будем пытаться как-то взламывать. Ну, вы знаете, есть классический принцип, он прошел уже, наверное, многие войны, там, со времен древнекитайской философии военной, да? Ну, что, чем больше бум, тем меньше гробов. Естественно, что мы вот эти линии будем искать самое слабое место и, конечно, будем наваливаться всем, чем можем. Это и артиллерия, это и авиация, это и ФАБы. Всем, чем можем, мы должны взрыхлить, что там вот, на том рубеже, где мы нащупали место, где мы собираемся прорваться, там ничего не осталось, кроме горящей земли. Ну, тогда я думаю, что, наверное, другого выхода нет. Если мы собираемся наступать, то, покуривая в окопах, мы ничего, задачи не поставлены, не решим. Ну, а теперь по поводу Харькова. Это очень трудный для меня вопрос. Это очень трудный вопрос, хотя бы потому, а мы уверены, что мы собираемся брать Харьков. Давайте, вот просто. И Харьков – это очень город. Я понимаю, но вы оглянитесь назад, за вашей спиной не очищена полностью Донецкая и Луганской области. У вас по половине Херсонская и Запорожская области есть, по половине под контролем, да? А там же ведь наш взгляд уже мужественный обращается на Одессу Николаеву. У нас тут до черта работает. До черта работает. А я думаю, что бросать войска на суперукрепленную крепость, фортецю, как говорят, это может быть такое украинское безумие. Не будем торопиться. Нам надо сначала сделать много дел вот в тех регионах, где стоят наши войска. Константин Владимирович, вернемся внутрь страны. Мы на наших передачах, и в том числе в таком же составе, не раз обсуждали случай, выпиющий, как группа граждан, уже, насколько я помню, осужденных, через российское оборонное предприятие организовывало снабжение ВСУ. И вот еще один случай, ну, показательный весьма сотрудник ФСБ провели обыски в Центральном офисе Росавиации в Москве. Возбуждены уголовные дела, но пока по статьям халадности, превышение должностных полномочий, в связи с выводом из-под российской юрисдикции 59 гражданских самолетов. Ми-8 и Ил-76, вертолеты и самолеты. Это все, в общем-то, оружие, я бы сказал, высокопрофессиональное. И, по имеющимся данным, часть из них, не менее трех вертолетов, каким-то образом попала в ВСУ. Что вот это такое? Как с этим бороться? Я сразу вспоминаю фразу «ничего личного, только бизнес». Так ведь можно все что угодно продать. А что нового-то? Росавиация вывела самолеты Ил-76 и Ми-8. Это же совершенно уникальная машина. Самолеты военного, по сути дела, назначения. Самолеты и вертолеты. Ми-8 – один из основных транспортных вертолетов российской армии. Ил-76 – вообще основной самолет российских вооруженных сил. Причем, обращаем внимание, они выводят самолеты и вертолеты, которые имеют чисто российское происхождение. Им не нужны иностранные комплектующие. Вот 59 самолетов и вертолетов. Давайте, что это такое? Просто поясню. Вот у нас не хватает сейчас самолетов гражданской авиации, число их сокращается. А ведь самолет Ил-76, несмотря на большой вес и все прочее, он имеет возможность быть переоборудован под пассажирскую машину. Да, там он берет где-то порядка 100 человек. Есть специальные модули, которые вставляются в этот транспортный фюзеляж. И он полностью оборудован, летает, как обычный пассажирский самолет. Да, он не экономичный с точки зрения прибыли. Но надо в условиях, в которых мы находимся, про слово прибыль забыть. Нам вопрос стоит в том, чтобы выжить. А тут уже оприбыли. Поэтому он вполне мог бы в критический момент эти машины заменить часть тех самолетов, которые сейчас выводятся в силу иностранных. Просто в силу того, что они иностранные. И туда комплектующие поступают. Это первый момент. Вертолеты, военное назначение этих машин является очень важным также. Причина очень простая. Потому что это рынок. Это рынок. Потому что эти самолеты и вертолеты были переданы или находились в частной собственности. И вот в этих условиях, в которых мы сейчас существуем, когда нам нужно сейчас консолидировать в руках государства максимум управленческих функций для того, чтобы обеспечить выживание страны и развертывание настоящего импортозамещения, у нас не просто вот эти 59 самолетов, а начинается новая волна приватизации. То есть передача из государственных рук в частные руки, которыми мы не управляем уже, важнейших активов в той же полиграфической промышленности, в той же предприятиях, которые могут иметь военное назначение. Да, эти предприятия формально на данном этапе не могут входить в число стратегических. Но без этих комплектующих не будет работать предприятие, имеющее стратегическое значение. Я вот имел, вот у меня вот здесь вот в мобильнике, я смотрел только что сейчас, план приватизации там, по-моему, на 22-й или 22-й год. Там были, например, вещи запланированы приватизацией, которые мне вообще не представляются, как их можно приватизировать. Ну, например, научно-исследовательский центр радиоэлектронной борьбы. Зачем ее вообще приватизировать? А вот зачем? Отвечают для развала. Под магазин перепрофилировать? Для уничтожения. Вот. Вот такого рода вещи были. И много чего. Предприятия стратегического значения, там, дай боже как, включены в этот план приватизации. Там мне говорят, хитрости всевозможные, рыночные, где-то чего-то как-то, что-то улучшить. Все это полная чушь. Это все отговорки. Я так расцениваю. Поэтому вот мы это видим. То, что сейчас занялись этим делом, очень правильно. Надо четко понимать, я еще раз говорю, наша страна, наши руководители, наш президент понимают всю меру опасности подобной деятельности. И то, что мы сегодня видим, то, что сейчас этим занялись правоохранительные органы, следственный комитет, это очень правильно. Я считаю, что фактически начался процесс реального уничтожения, реальной борьбы с пятой колонной. Причем в самых чувствительных областях. Вот Росавиация. Я еще хочу напомнить, что непонятная история с Центробанком и его активами. Там тоже какие-то возникли проблемы. Во всяком случае, информация о огромной сумме денег, которая оказалась несанкционированным образом выведена за пределы России, гуляет по интернету. И даже если это фейк, то я хорошо должен понимать, мы все прекрасно понимаем, что не бывает дыма без огня. Поэтому, возможно, это фейк, я не знаю. Но она гуляет. Поэтому единственное, что я могу сказать, это огромный позитивный момент, то, что занялись этим делом. И то, что сейчас наши правоохранительные органы начали борьбу с пятой колонной. И вот то, что вы говорите, это пример этому. Я могу это только очень серьезно приветствовать. Единственное, теперь еще надо хорошенько заняться, я так полагаю, нашим правоохранительным органом, такой организацией, как Росимущество. Васильевич, естественно, нельзя пройти мимо интервью президента Путина Такеру Карлсону. Я думаю, все смотрели, даже люди весьма далекие от политики. Интервью было в целом, я бы сказал, весьма интересное, показательное. Но вот в частности, говорилось много о том, что стороны, и Карлсон говорит, и Путин говорит, что мы готовы пойти на какой-то серьезный компромисс. Но о каком компромиссе идет речь? Вот Зеленский и его люди, ну какой может быть с ними компромисс? Байден сейчас и его люди, тоже такое ощущение, что они находятся не в адеквате. Вот какой компромисс находить? Или все-таки, может быть, подождать чуть позже и уже с новой администрацией договариваться? Ну, видимо, понятие компромисс у Владимира Владимировича Путина, и даже у Такера Карлсона, и у администрации президента Байдена, потому что про Украину я вообще здесь говорить не хочу. Вот они там издали какой-то указ, запрещающий переговоры, и, так сказать, ладно. Оно разное. То есть, в американском, так сказать, понимании компромисс, это все равно давайте сделаем так, как мы хотим. Потому что вспомните, глава демократического большинства в парламенте выступала, говорит, ну что это такое, Америки бояться перестали. Мы должны снова заставить, чтобы, знаешь, делать так, как мы хотим. Ну, я вольный перевод. Это их компромисс. Вот их компромисс. То есть, так сказать, только способ, как они хотят нас наклонить. А наклонить они нас все равно хотят. К таким компромиссам мы совершенно не готовы. Недаром есть такая пословица, что они полагали, что Россия уже поставлена на колени. Нет, мы просто присели зашнуровать Берц. И поэтому, ну, воевать-то мы не хотим. Война это нам навязана. Это все понятно. Конечно. И в понимании компромисса, понимаете, я не могу оценивать слова или добавлять какие-то идеи к нашему верховному главнокомандующему. Но если говорить в общем понимании непосредственно компромисса, мы совершенно понятно, вы как юрист меня тоже поддержите, не можем говорить о том, что мы остановимся на какой-то там линии разграничения. Потому что это наши, как правильно заметил Виктор Николаевич, он говорил, что какой Харьков? У нас наши российские регионы под оккупацией. Присутствующие в Конституции. Записано в Конституции. Это наши российские регионы. Мало того, их столицы, Херсон и Запорожье, находятся в оккупации. Поэтому для нас и с политической, и с военной точки зрения принципиально важно освободить эти регионы. И наш верховный главнокомандующий, и министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров неоднократно говорили, что, дорогие товарищи, подождите, вот давайте так, вот исходим в переговорах из положения сегодня на линии соприкосновения. Вот как было, вот не надо нам говорить, вы же нам два года назад обещали, ну два года назад, извините меня, это было два года назад. Сейчас совершенно иная ситуация и в экономике, и на линии фронта. Поэтому, дорогие товарищи, давайте исходить из компромиссов. Я скажу, что имеется, наверное, в виду, вероятно, вот всеми нашими руководителями. Имеется в виду то, что мы не отойдем от принципов деморсификации и демилитаризации. Мы этого не отойдем. Но мы можем, допустим, предположить, что останется какая-то Украина. Ну, может, никто не настаивает на ее уничтожении. Сейчас, ну, юридически как-то, или никто об этом не говорит из наших руководителей. И предположим, это Украина, демилитаризованное государство, станет членом ЕС. Ради бога, хотите, забирайте. Если Украина не хочет выстраивать отношения выгодные экономические с Россией и Белоруссией, там в таможенном союзе, но тогда только вы имеете в виду, что и экономическое взаимоотношение с этой Украиной, будущей там, членом ЕС, ну, с нашей стороны тоже будет недружественное. С торговой точки зрения. Никаких преференций она получать, безусловно, не будет. Вот о чем идет речь. Виктор Николаевич, ну, опять же, давайте поедем за границу. Вот я читаю иностранную прессу, европейскую. Они там просто шокированы словами Трампа о том, что он поддержит действия Путина. Ну, это, конечно, шутка, что если натовцы не будут платить сами за свою защиту. И вот внешне лидеры, конечно, обеспокоены. Сделали разного рода громкие заявления о неприемлемости. Вот тут показывали канцлера Шольца, который вместе с премьер-министром Дании закладывал фундамент нового завода в Германии на 200 тысяч снарядов в год. Вот такой, с лопатой. Выглядело это довольно анекдотично. Но, когда речь идет о немцах, мне кажется, анекдоты неуместны. И вот что вы вообще думаете об этой ситуации? Я думаю, что противник вполне может собраться, сконцентрироваться. И все-таки он обладает серьезным и научным, и промышленным потенциалом. Они уже даже план определили максимальный для этого завода от 700 тысяч снарядов до 1 миллиона. Посмотрите мне немножко о другом сказать, о чем болит сердце. Я очень благодарен специальной военной операции, которая скрывает сейчас, извините за выражение, все то говно, которое мы нажили за время капитализма, начиная с 92-го года. Вы посмотрите, что меня может не удивлять, если Воткинский завод стратегический, где делаем межконтальные баллистические ракеты, окажется сегодня наполовину принадлежащий гражданину иностранного государства в каком-нибудь острове Джерси, я не удивлюсь. Я не удивлюсь. А посмотрите, давайте, давайте. Я благодарен специальной военной операции, что она скрыла эти нарывы. А стратегический патронный завод, о котором вы знаете тут недавно, кто там оказался хозяином, а? А он за бугром, дяденька. А это патроны, да? А теперь переходим к другому. Видите, только лишь в ходе специальной военной операции вдруг скрылся список из 22 оборонных промышленных предприятий, которые банкротят. И мы тут на красной линии гром и молнии пускаем. А мне звонят, говорят, Виктор Николаевич, вы там и по радио говорили. А остановили ли банкротство этих предприятий, среди которых есть и стратегические? Нет, нет. А мы говорим о 59 самолетах, уважаемые. Я заканчиваю ответ на этот вопрос. Я хочу сказать спасибо. Спасибо. Я все-таки надеюсь, когда придут мужики, когда мы закончим, они нам заставят власть не отворачиваться от этих проблем, а может быть и возьмутся за их решение. Да, пора, пора уже. Только оборонная промышленность только в руках должна быть государства. И никаких больше разговоров в одном кулаке в государстве. А теперь вы сами задайте с вопросом. Скажите, пожалуйста, кто у нас вообще занимается производством вооружений, боевой техники, а? У нас министерство обороны и промышленности есть или нет? Ха-ха-ха. Есть Ростех, дорогие друзья. Я бы сказал, что это за контора. Да, она сгребла в кучу все. Но почему-то, когда делаются новые вооружения, танк, армата еще не сделан, но только с закрытых позиций стреляют. Вы знаете, о чем в Ростехе беспокоиться? Я был шокирован. А уже разрабатывается экспортный паспорт. Внимание. Оп, здорово, да? Да, мы еще курочка в гнезде, мы уже экспорт. Внимание, теперь я отвечаю про Трампа. Трамп вчера тоже сделал интереснейшее заявление. Такой бравадный мужичок, который говорит, что меня изберут президентом Соединенных Штатов Америки, я чуть ли не через час закончу войну на Украине. 24 часа он обещает, да. Дяденька погоречился, конечно. У нас был такой, там сидит хлопчик, Владимир Кокаинович в Киеве, тот вообще говорил, войну за час закончить. Вы помните, когда я шел на выборы. Вы знаете, Трамп играет в свою игру. Никто не за час и не закончит. Не закончит и за месяц, я думаю. Потому что слишком, слишком противоречивые у нас позиции сейчас с Киевом. Киев вообще отказывается, вы знаете. А мы настаиваем на том, что мы будем заканчивать специальную военную операцию на наших условиях. Другого разговора. Так что нам Трамп предложит? Мне нравится только одно. Вы знаете, очень мне нравится, что Киев должен уступить России истории, тяготеющие к России регионы. Вот тут я бы за такую мысль, я бы его и по головке погладил. Спасибо. Вот если это будет так, то я вот только по этой части я поддерживаю Трампа. Хотя без всякого сомнения, Трамп, будучи бизнесменом, и с нас тоже что-то потребует. Он нам Украину не отдаст, а скорее продаст. Вопрос в цене. Константин Викторович, в интервью Путина Карлсона было много показательных моментов, некоторые даже были разнонаправленные, но моментов много было ярких. Вот я один процитирую из них. Дело не в личности лидера, дело в настроениях элит. Если в конце концов придет осознание того, что мир меняется по объективным обстоятельствам, и надо уметь к ним приспосабливаться вовремя, используя те преимущества, которые сегодня у США сохраняются, тогда, наверное, что-то может измениться. А если не придет такого осознания, если вот они, что называется, и дальше будут дурой переть, что мы тогда будем делать? И о каких компромиссах можно говорить в этом случае? Может быть, как это говорят, севикпасом парабеллом, хочешь мира, готовься к войне. Ну, я сначала добавлю, поддерживая целиком и полностью, что сказал Виктор Николаевич, еще один момент. Не просто оборонные отрасли должны быть в руках государства, а все отрасли, имеющие стратегическое значение, должны находиться в руках государства, а также все отрасли, которые обеспечивают функционирование отраслей, имеющие стратегическое значение. Это все должно находиться в руках государства. И никаких вариантов тут быть не может. Называйте это как угодно. Я называю это социализмом, неосоциализмом, военным социализмом. Это ваше дело. Но суть именно такая. Теперь по поводу элит. Западные элиты сейчас находятся в том положении, в каком в свое время находился Черчилль, который не хотел быть могильщиком Британской империи, но им вынужденно стал. Западные элиты отчетливо понимают, на примере той же Великобритании, что если они лишатся доминирующего положения в мире, то сияющий храм на холме, который сейчас воспринимают, они считают является Запад, превращится в укосившуюся полуразваленную избушку на гнилом болотце. Вот примерно так. Которое будет никому не интересно. Лучшим того иллюстрацию судьба Британии. Британия, образца начала 20 века, контролирующая большую часть мира, и имеющая флот, который строился на принципе, и армию соответствующую, которая строилась на принципе, что британский флот должен быть сильнее двух следующих за Британией флотов по мощи. Сегодня британский флот даже не в состоянии обеспечить полноценное функционирование имеющихся двух авианосцев и новейших эсминцев типа Дейринг, типа проект 45. Вот разница. Вот суть разницы. Из Великой империи Британия превратилась в жалкий островок. Из грозного льва в его шкуру, проеденную молью. И они этого не хотят. Потому что если британское преобразование такое было мирным, относительно для британских элит, они сохранились, то в нынешних условиях подобное преобразование Запада кончится физическим уничтожением этих элит, которые довели, будет восприниматься Запад до такого состояния, и это будет так восприниматься западными народами. Почему так сложилось? В этом нет ничего удивительного. Дело заключается в том, что социальная модель Запада, принципы функционирования западного общества, экономика западного общества строилась на протяжении 500 лет в условиях, когда они сосали соки со всего мира, за исключением России. Ну реально, посмотрите. Если исключить Россию, то весь остальной мир находился под контролем, был колонией Запада. Конечно. Просто не было. Латинская Америка там, все, колония Запада. Да. И в этих условиях западным элитам ничего другого не остается, кроме как бороться за собственную жизнь и существование. Отступление мир с России для них смерть. Для них может быть один вариант мира с Россией. Когда Россия соглашается на то, что она становится колонией Запада. Как говорится, извините. Когда Россия соглашается на устранение действующего президента, или он сам уходит, на его место становится российский Зеленский. А на его аналог российский. Вот примерно так. Поэтому никаких разговоров о каком-то мире примирения быть не может. Исход столкновения с Западом может быть один из двух. Либо падение России, либо падение Запада. Вот как здесь показано. Падение России в нынешних условиях, учитывая социально-политическое состояние общества российского, намного, практически невероятно, невозможно. А вот социально-политическая ситуация на Западе намного сложнее. И нынешняя политическая стратегия много выше этажом, чем полеет стратегия на линии фронта соприкосновения на Украине, ориентирована на то, чтобы не позволить Западу, западным элитам, сформировать у своих народов военное сознание. Вот это принципиально. Если им удастся создать военное сознание, тогда они смогут посадить народы на пушки вместо масла и потом что-то развернуть. Сегодня они этого сделать не могут. И то, что они сегодня это сделать не могут, в этом заслуге тонкой игры действующего президента. Поэтому и все нюансы и особенности СВО этим диктуются. В том числе и внешняя политика. А то, что сегодня Россия идет в контрнаступление и Запад рушится, является подтверждением хорошо известный факт. БРИКС из четырех БРИКС из пяти стал 11. БРИКС плюс. А еще 27 просятся туда. И китайский министр обороны приехал и делал заявление, из которых следовало, что военно-политический союз России и Китай без оформления физического в реальности уже существует. А это уже означает только одно, что вот эта объединенная российско-китайская мощь интеллектуальный и ядерный потенциал России, военно-интеллектуальный, военно-технологический и ядерный потенциал России плюс мировая фабрика Китая и его людской потенциал становится той мощью, с которой ни США, ни весь Запад в целом справиться никогда не смогут. А потому победа будет за нами. Красный флаг. Да. Как показывает исторический опыт, особенно опыт Советского Союза, Запад и США вполне способны к вменяемым переговорам и к реальным компромиссам. Но делают они это только сильными. А слабого они сжирают и даже шкурки не оставляют. А с вами была программа «Точка зрения». Я ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова